Доброго времени суток! Ван в швейцарской системе. Команда HellRaisers против команды Pride. Как вы можете видеть сверху, как вы могли видеть, в общем-то, и на графике. Карта TheCash, что тоже на наших с вами экранах. Пропустили пистолетку, к сожалению, не сразу клиент Сева показал, что матч уже стартанул. Но не самое это важное. Важно, что HellRaisers сейчас попытались взять Force Buy у них. Это едва ли не получилось. Но затем уже при ситуации 3 в 3, как мы видим, Рис разобрался с двумя игроками. Минис доделал остальное, забрав Воксика и Спотсквики. Это 2-0. Ну и отметим еще раз, наверное, поподробнее, что эти закрытые отборочные проводятся по швейцарской системе. Из 16 участвующих команд 8 получат квоты, а 8 их не получат. Для того, чтобы получить эту квоту, нужно выиграть 3 матча. Но для того, чтобы не получить, нужно 3 проиграть. Замечательная система. На 16 команд работают прекрасно. Вот и посмотрим, смогут ли HellRaisers с этим справиться. Все-таки прошлый мажор остался без их участия. Стало быть, сейчас, наверное, первостепенная задача для HellRaisers. Первостепенная еще с проигрыша квота на предыдущий мажор является попадание на следующий. Соответственно, желаем HR-чикам удачи. Ну и команде, конечно же, тоже. Эти поляки, в общем-то, могут показать нам жесткую игру. Но пока экономический раунд. Пока экономический раунд, друзья, я обращусь к вам. Если вдруг вы будете испытывать проблемы с просмотром трансляции, какие-то технические траблы, пишите об этом в чате обязательно. Чат и мониторю. Со вчерашнего дня я кое-что изменил. Теперь трансляция не должна лагать. И плюс ко всему я смогу еще в чате к реальному времени смотреть. В общем-то, все так. Первый девайсный раунд. Вот и посмотрим, что же там ашеры приготовили. Интересно, конечно, что из всех возможных карт играется именно TheCash. Но у HellRaisers, наверное, проблем с ним нет. Кстати, после этого девайсного я озвучу статистику по картам. За последние три месяца я имею в виду. Ну и особенно нам интересен TheCash. Так, в первую очередь смотрим за Воксиком. Тот, кто играет на п-точке со снайперской винтовкой в защите. Холповать ему будет господин Zero, который сейчас занял вентиля. И, насколько мы видим, занял вентиля через мидл. Тушит молотов под собой, который весьма своевременно откинули поляки. И не уходит из вентилей. Вот это действительно жестко. Однако, параллельно с этим, позиции команды Pride уже заняты под точкой А. Они пытаются туда выходить. Весьма странный выход был от Тома. Он бомбу потерял. И тиммейта никакого за спиной не было. К чему был этот пуш в дым. Остается только гадать. Может быть, у вас есть какие-то гипотезы. Но везет и команде Pride. Луз забирает Zero. И таки падает. Патрик Жудель. Да, зовут его Патрик Жудель. Сидел, вспоминал. Падает на мидле. Все-таки пытался его контролировать. Но команда Pride оказалась к этому готовой. Кстати, свои позиции поляки не меняют. Они по-прежнему сконцентрированы под точкой А для Ашер. Это как открытая книга. Они сидят здесь втроем. Мидл не смотрит никто. Воксик четвертым номером смещается под плента. И походу команда Pride сама себя... Ну, нельзя сказать, пока что загнала в могилу. У них все еще и сплетующий игрок. Луз, который может внести сумятицу в оборонительные позиции команды HellRaisers. Давайте смотреть. Нет, Дэдфокс контролирует проход от Луза. Плюс ко всему у него в спине есть еще и Воксик. Размены в пользу команды HellRaisers. Ну, такой, знаете, откровенно неудачный раунд. Ого, еще и Ангел. Как жестко наказал Луза. При том, что у самого Карасева было 14 кп. Он справился с этим фрагом. Очень важный размен от Дэдфокса. Счет становится 3-1. Реально странный девайс на раунд разыграли только что игроки Pride. Особенно вот этот выход от Тома с бомбой через дым для меня остался полнейшей загадкой. Так, говорят... Подлагиваю, что реально подлагиваю? Сейчас попытаюсь включить, посмотреть. Если честно, не должно. Я поменял сегодня пресет. И, если честно, понадеялся, что... Что это все изменит. Ну, ладно. Если лаги продолжатся, пишите об этом. Кое-что придется снова-таки поменять. Что ж, пока... При счете 3-1 Морелзи. Делает первый фраг. Опять-таки Зеро отлетает. Обратите внимание на то, что Hellraiser в этом раунде использует иную модель обороны. Они концентрируют свое внимание на мидле, но Ангел очень жестко ошибается. Он подумал, что его соперник прячется в дымах под подсадкой. Хотя соперник находился как раз-таки на ней. И Ангел по итогу умирает. Хотя, посмотрите, два красных игрока в стане команды Pride. Скажем так, в перестрелках они будут мало полезны. Тем более, что Минес по-прежнему находится на подсадке. Иса рано или поздно, наверное, Минеса должен там найти. Ого, Молотов! Какие тайминги! Какие тайминги! Иса остается красным. Под инфу Иса играет Дэдфокс, который все-таки забирает самого Минеса. Да, ситуация немного меняется, но все еще Pride огромное большинство. Смотрим за Воксиком. Кстати, от него сейчас весьма много зависит. Он со снайферской винтовкой в соло будет защищать Б-плент. Подгорает на каналке, пытается ретироваться. И все-таки промахивается. Смоук лег нереально кривой для команды Pride. Но Воксиком, да, допускает два промаха. Теперь начинает просто стрелять на морозе в надежде хоть кого-то забрать Иса. Однако вместе с Дэдфоксом играют в плюс для своей команды. Иса занимает вентрум, забирает рица. Что с командой Pride происходит? Почему они проигрывают такие раунды? Что? Ну, ладно, там Смоук. Понимаете, Смоук это еще полбеды. Но то, с какой легкостью оставшиеся игроки Hellraiser справились. С просто стоящими, ничего не делающими игроками Pride на планте. Это слишком жестко. Просто забей. Да уж. Если честно, я думал, что вот Pride, особенно после выигрыша экономического, точнее не экономического, пистолетного и Force B, покажут. Ну, девайс как минимум не хуже. Пока у Тома игра совершенно не идет. Но, да ладно. А вы в чате пока сами можете писать, за какую команду вы сюда пришли поболеть. Кто, по вашему мнению, является фаворитом в этом матче. И пройдут ли Hellraiser в принципе на европейский минор. Ну, хотя шансы у каждой команды 50%, если не брать в расчет все остальное. Более, что Ашер – это сильная команда. Главное – уверенность в себе и немного удачи. Ну и, конечно, получше Спрей должен быть. Тут Иса явно сыграл не идеально. Плюс ко всему Дэдфокс поворачивается спиной к уже выходящим игрокам команды Pride. Слишком опасно. Сейчас включим Дэдфокса. Вряд ли его обойдут. У него за спиной все-таки есть Воксик. Но смотрят парни примерно в одну позицию. Воксику сейчас нужно посмотреть на Мэйн. Отличный отстрял Миннеса. Это крайне важный фраг. Ну, теперь у Дэдфокса просто есть пространство для маневра. Воксик забирает еще и Морелзи. За тройкой есть подсадка. То он, наконец-то, делает свой первый минус. Но Дэдфокс может похоронить обоих. Так и получается. В общем-то, как только Дэдфокс получил кол о том, что подсадка за тройкой имеет место. Ну, в общем, все мы видели, что он сделал. Пошел и разрулил. Но это было экономически. Так что гордиться Хеллрайзерс особо нечем. Наверное, потери уж слишком велики. Так, ну мне тут кое о чем напомнили. Да. Напомнили про худец. Супер. Кстати, Жанна, если ты смотришь, респект тебе. У нас просто есть суперлинейный продюсер. Ее зовут Жанна. Можете все передать ей привет. Я думаю, она будет очень довольна. 3-3. Временная ничейка. Ну, для Хеллрайзерс это, конечно же, преимущество. Потому что пистолетку они проиграли. Понимаете, пистолетка это рандом. Форсбай. Ну, попробуй его еще возьми. А вот девайсные раунды брать. Скажем, более подготовленной команде и проще. Ну, сейчас Прайд меняет и свою модель атаки. Вместо какого-то быстрого контактного контрстрайка они стоят и ждут контрагрессии от Хеллрайзерс. Но мне кажется, Ашер особенно на таких стадиях не та команда, которая пойдет и просто будет жать. Там, соло. Проявлять какую-то агрессию. Им это пока ни к чему. У них неплохая защита и они могут ее показывать. Кстати, возможно, мы увидим здесь даже две снайперские винтовки. Мы понимаем, что Дэдфокс в случае чего тоже может ее взять. Все-таки до недавнего времени именно этот венгр являлся мейн-снайпером команды Хеллрайзерс. Но все об этом помнят. Молотов. Плотная раскидка мидла. Кстати, интересно, как мидл защищается. Но у Зера ничего не меняется. Он по-прежнему стоит в винтруме, используя дымы для того, чтобы там спрятаться. Вопрос в том, сделает ли он фраг. Наконец-то. Вот его два раунда как минимум забирали на миду. Два раза по нему делали антрекилл. И наконец-то Зера сумел своим соперникам отомстить. Хотелось бы сказать, что это тоже уверенная игра. Дэдфокс выше всяких похвал. Его позиция только что была. Прятался в смоках до последнего момента. Затем встал на трансформатор. Не знаю, может быть, это и пожарный гидрант, но не слишком важно. Встал на эту штуку и снова-таки все разрулил. Дэдфокс. Ох, как радует его игра. 9 к 3 идет этот венгр. При том, что по последнему времени, если брать большинство матчей Hellraiser, Дэдфокс в основном плелся на предпоследних-последних местах. И его игра явно оставляла желать лучшего. Видно, что пока сейчас он все делает жестко. Молодец. Включился еще один Экл команды Прайд. А мы-то понимаем, что это карта декэш. Это карта скорее атаки, нежели наоборот. Именно защита здесь должна быть напряжена. Но пока мы не видели ни одного девайсного, в котором Прайд... Ну, реально навязали бы какую-то серьезную борьбу. То есть они цепляли за энтри фраги, но... Раз за разом это разруливалось. Отличное попадание от птицы по телу Ангела. Ну, знаете, на такой дистанции Ангел сразу лишился более чем половины ТП. Ясное дело, что далее уже в скрипе никого не будет. Ангел может спокойно оттуда уходить. Так, да вот он и ушел. Пошел на мидл. У него, кстати, был не совсем подходящий девайс, чтобы стреляться на дистанции. Но вот... Сидеть за ящичком, просто контролировать открытие на шорт своих соперников, он вполне в состоянии. Ну и плюс. Фарм денег никто не отменял. 58 секунд у команды Прайд. Они выстраиваются для выхода в точку А. Ангел все это время ждет. Ну, конечно, пушить он вряд ли собирается. Тут проблема в том, что у двух из трех игроков неполное количество ХП. У двух из трех игроков, защищающих Аплент, я имею в виду. В частности, Ангел. Не нужно ему уходить с мидла. Плюс ко всему Зера, в которого было что ХП падает. Иса, благо, справляется. Но только с одним игроком Ангел падает моментально. Скорее всего, там был плохой тайминг. То есть мы-то видели, что он повернулся спиной к льду. И, скорее всего, в этот самый момент Морелз вышел. Забрал его, забрал тиммейта Ангела. Ну и Воксик один будет сейвить. А Шеры проигрывают экономический раунд команды Прайд. О чем тут говорить весьма странно это было. При том, что Прайда ничего сверхъестественного не сделали. Дождались, вышли, надамажили своих соперников с самого начала. Ну, что тут скажешь. Молодцы поляки. Двайс на взять не могут. Но берут раунды с пистолетами. Это, конечно же. Ну и минус для Халл Рейзерс. Скажем так, пища для размышлений и для команды Прайд. Несомненный плюс. Мне свою экономику смогут подобным раундом в порядок привести. И экономику соперника явно заруинят. Бери пока СВПС. Ох, да, точно. Просто на это как-то вот и внимания не обращаю. Это отличный совет. Спасибо за помощь, дорогие зрители. Дело в том, что трансляция, вот второй день, кто вчера был, я провожу из дома. Дома, скажем, студия готова не вполне. Но вот сегодня потратил день, немного настроил трансляцию и все должно быть получше. Ну, тем временем, говорят, LDL-C 6-0 проигрывают на Инферно. Ну, а чего ж ты ждал? Команда X-Status и Инферно, это, по-моему, как и колочка с ниточкой. X-Status сейчас очень мощная команда. LDL-C напротив теряют форму и... Не знаю. Если выбирать лучшую команду Балканского региона, я бы, возможно, на X-Status и поставил. Ладно, пока, бай. Обратите внимание, даже несмотря на то, что HellRaisers выиграли 4 раунда подряд, проиграв всего один экономический, они лишились экономики. Да, сейчас у них бай есть, но какой? Иса Дигл, 3 Фамаса и снайперская винтовка, которую Воксик засейвил. Ну, уже в который раз Зеро использует вентиля. Прячется там, молотого под собой тушат, но для Прайд это лишняя информация. Плюс ко всему, сами поляки уже должны быть научены горьким опытом. Соответственно, просто так выходить на мидл и не смотреть вентиля они не будут. Есть, однако, сюрприз! Кирилл Карасев на шифте идет. Так, давайте его включим. Прямо под позицию подсадки играть будет в паре с Зеро. Коль скоро команда Прайд собирается выходить туда, ну, по крайней мере, в числе одного-двух человек, я думаю, что эти позиции укрепления могут сработать на 100%. Смотрим Зеро. Забирают без вариантов. Ангел видит двоих. Изиспрей Карасев. Ну, вот только не ставило Дэдфоксу отдаваться. Ангел бы все разрулил, но вот эта потеря Дэдфокса, конечно, вряд ли станет роковой у Халлрайзерс. Большинство благодаря, ну, неимоверно жестким решениям Ангела. Кстати, Дэдфокс все-таки дал свой килл. Я вот сразу не заметил. Думал, Ангел забрал двоих. Но нет, Дэдфокс тоже сделал свой фраг. Так, Исси сейчас не нужно рисковать лишний раз. Главное, закрепить за собой большинство. Великолепный Молотов на позицию установки бомбы. Ангел параллельно с этим забирает Ритца. Ну, и, знаете, три Фамаса, Диггл, Айвик, большего, как мы видим, Халлрайзерса не понадобилось. Томми, конечно же, умирает. У него и времени было мало, и снайпер смотрел прямо-таки на позицию открытия Тома. 5-4, Халлрайзерс вновь выходят вперед. И нельзя, кстати, сказать, что оставляют Прайд без денег. По 6 тысяч есть у Тома и у Луза, 4 у Морелза. Но это, вне всяких сомнений, бай. Еще раз, однако, отметим, насколько же сильно в экономическом плане взятый экономический же раунд бустит команду атаки. Как-то вот так. Счет 5-4. Команда Прайд последний бай. Ну, все мы понимаем. Если Халлрайзерс выигрывают текущие, они имеют все шансы выиграть первую половину. В защите на кэше это, как мне кажется, отлично. Итак, подсадочка. Ангела забирают. Вот эта позиция шьется в последнее время постоянно. Прайд не теряет время просто так и пытается на морозе вываливаться. Зачем? Где гранаты? Вот, по-моему, как минимум 2 из 3 игроков сейчас погибли с двумя флешками, там, со смоком каким-то. То есть эти гранаты, они просто потерялись по пленту. Потому что игрока под подсадкой забрали, а об игроке на подсадке забыли. При этом плент никто не проверил. Из игроков команды Прайда, имею в виду. Воксик прекрасная реакция. Попадает по минесу, но по ноге. Вот это минус. Что же теперь игроки Прайд будут делать? Пока Морелс остается... Нет, не остается. Через Крип он уходит. Это перетяжка на точку Б от команды Прайд. По всей видимости, Хеллрайзерс подозревают, что это реально может произойти. Плюс ко всему Зеро будет... Ну, должен слышать, наверное, ротацию своего соперника. Вентиля не разбиты. Минес. Может проверить. Да, он был красный. И Зеро оказался в нужное время в нужном месте. Хорошая работа. Морелс минус 3. Но ему нужен эйс. Для того, чтобы как-то этот раунд разрулить. Он бежит обратно на точку А, что тоже является очевидным для команды Хеллрайзер. Все-таки зачем ему идти на бейс? Если туда уже вся команда сместилась. А вот и Смачок, чтобы обезопасить свой выход. Ну, смотрим за Морелзом. Все-таки сейчас он может сделать минус 5. Невероятно грамотная игра. Может принести 2 фрага господину Морелзе прямо сейчас. Нет! Зеро замечает Морелза раньше. Ого! Надо было за Зеро смотреть. Потому что, если честно, с позиции Морелза, не знаю, как вы, я Зеро даже не видел. То есть, я вот думал, он сейчас заметит Зеро, расстреляет его, потом развернется и заберет последнего оставшегося немобильного Воксика. Но Зеро... Как вот сегодня хорош, да? И Зеро вроде бы дает важные киллы. И Дэдфокса вообще не остановит. 12 к 6 он идет. В общем... Ну, кто-то тут пишет, мол, надо было плэн ставить. Да нет, какой смысл? Он хотел раунд выиграть. Он все делал правильно, просто... Ну, вот позиция Зеро оказалась излишне хороша. Ну, не излишне. Излишне хорошего ничего не бывает. Бывает либо хорошее, либо плохое. Ну, вот теперь уже фулл эко. Команды Прайд. Заход в Бен. Интересные модели вороны. Молотом. Расстрел Зеро 4. Минус 5. Патрик Жудель. Милостивый. Боже, вот это был спрей. Три хп у него осталось, он даже не умер. Ну, тут вспоминается Иса, который подобным спреем, по-моему, вообще никого не забрал. Или там один фраг сделал. Ну, это не камень в огород Иса, конечно. Просто, знаете, такой контраст. Один спрей и второй спрей. Вот так это делается. Изи, пизи для Зеро. Ну, и для команды Хеллрайзер в целом. Что ж. Видно, что в плане уверенности у Хеллрайзерс никаких проблем нет. Теперь команде Прайд нужно чем-то ответить. Так, у меня-то что-то загудело на секунду. Надеюсь, вы этого не слышали. 7-4. Снайперская винтовка. Ну, интересно, скорее даже не снайперская винтовка. Интересен девайс у Ангела в руках. Это UMP. При том, что у Ангела есть 3.300. Хватило бы на Кольту. Зеро 7500. Решили лишние деньги не тратить. А, возможно, даже немного нафармить. Все-таки согласитесь, на ближних дистанциях из UMP достаточно просто делать. Ну, там хотя бы один минус. Да, и в принципе этого уже для UMP достаточно. Можно сделать даже, ну, два там на свопе девайса. В общем, UMP даже после нерфа остается весьма приятным пистолетом-пулеметом. Ангел дает хаешку. Она залетает в двоих игроков. Вы гляньте, сколько дамага сейчас внес Карась. Он потратил 300 долларов, чтобы снести 100 плюс хп. По-моему, это отличная сделка. Ну, и эти бедолаги на мидле уже обречены. Красный минес отлетает моментом. Следом, наверное, должен погибнуть и Морелзе. Но нет, на помощь приходит Рид. Здесь Ангел был чересчур, наверное, уверенным. Ну, дело в том, что он пошел пушить, не имеет тиммейта какого-то за спиной, который мог бы самого Ангела разменять. Дэдфокс сбирает Морелза. Мидл полностью свободен. Сейчас многое зависит от Зера. Его моментально сбивают. Вовсе на вторая волна приема. Но вот позиция была не совсем подходящая. Дэдфокс! Ох, снова этот Венгр. По-моему, кто-то действительно разминался. Кто-то реально не хотел ударить в грязь лицом на этих отборах и пока не ударяет. То есть, когда я увидел позицию Дэдфокса на девятке, я сейчас думаю, ну сделает один килл, потом должен быть размен. Но вот этот спрей-контрол оказался выше всяких похвал. 8-4. Ну и потенциально, как мы видим, девяточка должна уходить команде Халл Рейзерс. Вот это. Да, вот это игра. Аташер, конечно же, я имею в виду. 8, потенциально 9-4. Оксик. О, кстати, отличную дырку... Да, хотел я сказать, отличную дырку он нашел в дыму, но флешка не контрит. Прямо в глаза залетает, Зер дает размен. Смотрим теперь за ним бомба... А нет, бомба уносится. Со Сквики будут заходить на вас. Гелангел красный, его надамажили. Но если сейчас Халл Рейзерс проиграют второй экономический раунд, это будет смешно. Ну потому что... Ну, я объясню, почему. Ладно, они-то еще не проиграли. У них все еще есть преимущества. Миниса главное не выпустить из мэй, но Дэдфокс все-таки с этим не справляется. Минис с бомбой вышел. Клэн занят. Дэдфокс, да, будет играть первым номером под раскидкой своего тиммейта. Немного подгорел. Для того, чтобы набайтить соперников и заставить их выходить из-под тройки, это было очень хорошее решение. И как итог, Зера действительно все это разруливает. Минус три! Спрей! Еще... Куда-то в небеса, мол, посмотрите, насколько я хороший. Насколько же действительно Зера только что был хорош. И, кстати, по-моему, Дэдфокс, я, правда, не берусь утверждать наверняка, но, по-моему, Дэдфокс подгорел специально. То есть он специально наступил на Молотов, чтобы соперники это услышали и попытались бы его как-то забрать. А за спиной у Дэдфокса был Зера, который, по сути, сделал основную работу. Но, возможно, это была просто случайность. Я себе сам такое нашифровал. Знаете, этих профессионалов в 2017 уже и не поймешь. Придумать для победы можно, наверное, что угодно. Два раунда до конца первая половина. И Зера снова выкуривают. По-моему, пока стоит подумать над индивидуальной позиционкой, потому что уже чересчур просто сейчас и Зера. Выкурили Молотовым, по итогу забрали Ангела, нашли в мэне на подсадке, по итогу забрали. Плюс прострела через Сквики на ИСу, который лишается половины ХП на ровном месте. Ну и ювелирные ХАЕшки отриться. Куда же без них? Хотя, после своего промаха он все-таки добивает. Несу через Сквики, Дэд Коксик отвечает, но получает прострел сквозь дым. Да, это тоже не контрится. Воксик один против троих. Ну что ж, в 2017-м клатче брать довольно непросто. Но Воксик попытается терять нечего. Денег много. Он предотвращает... Нет, не предотвращает установку бомбы. Оставляет красным и Рица, и Тома. Ну, это... Это было жестко. Хотя, знаете, Дэбион первого мог бы переключиться на второго и, возможно, даже его забрать. Но после драки кулаками не машут. Прайд наконец-то берут свой... Это первый... Реально, это первый девайс на раунд, который команда Прайд выиграла. Это первый девайс на раунд в атаке, который ушел Прайдом. Здесь, мы понимаем, пистолетка и два экономических следом. Вот здесь был экономический. Мы помним, Эка, Эка выиграли Прайд. А вот здесь они наконец-то показали нам рабочий девайс на раунд. И то выиграли его, я бы сказал, скорее на ошибках игроков Хауррейд. Сокрая не чуть пассивнее. Знаете, стой, Зеро где-нибудь на пленте или в Вентруме. Не поджимай мейн Кирилл Карасев. Вряд ли у Прайд что-то бы получилось. Все-таки, согласитесь, даже упорная ситуация была весьма шаткой для команды Прайд. Три красных игрока оставалось. При этом очень красных. Действительно красных. По 10, по 11 хп у них было. Первая перестрелка. ИСу на девятке находят. Ну и девайс был не особенно подходящий, хотя позиция неплохая, но, видите, Прайд. Прайд разруливают такие ситуации на опыте. Но я бы сказал, что 9-6 не самый лучший шар для Халл Рейзерс. Ну, опять же, там одна пистолетка и преимущество как не бывало. Преимущество, которое HR наигрывали с таким трудом. Снова подсадка. Мидл контролируется на дальнюю. Дэдфокс уходит подальше. Для того, чтобы просто иметь возможность спрятаться за стенкой, за текстурой. Просто стрейфит. Кстати, у него нет гранаты. И вообще у Халл Рейзера гранаты как-то подошли к концу. Две флешки, один молотов. Это явно не то, с чем можно полноценно принимать атаку. Именно поэтому индивидуальные решения от Ангела должны спасать положение. Хотя неужели в этом раунде в мейн к нему просто никто не пойдет? Окей, Воксик на второй волне приема. Не, вообще точка занята команды Халл Рейзерс неплохо. Особенно с такими вот заходами от команды Прайд. Нет ничего проще для Халл Рейзерс, чем с такими раундами справляться. Ангел, ну, просто господь. Даю два килла по одному от Воксика и от Дэдфокса. У Миниса пять секунд и команда Прайд. Даже несмотря на то, что оказались изначально в большинстве. Изначально все-таки они забрали Ису. Раунд взять так и не смогли. 10-5. Прекрасный счет для команды Халл Рейзерс. Слушайте, а почему чат такой мертвый? Айо, работяги. А ну-ка поднять карасей за Халл Рейзерс. Ну и поднять капу за... Капу Прайд за команду Прайд. Давайте вот так сделаем. Давайте немного оживим этот чат. И наладим некий диалог. Ну и, конечно же, ознакомимся с статистикой. Сейчас на нее смотреть. Ну, хотя... Ну да, здесь фраги не считаются. Нормально. 16-13 Морелзы. Единственный плюсовой игрок в команде Прайд. Халл Рейзерс таковых на порядок. Больше 18 к 8 играет Дэдфокс. Господи, 18 к 8. Знаете, после всех предыдущих неудачных матчей, где, как мы уже отмечали, Дэдфокс своей игрой не блистал, сегодня он показывает просто космический контр-страйк. Ну и... Ну, 18 к 8 это больше 2 КД. Это правда серьезно. Особенно против поляков. So, 10-5. Пистолетный раунд может сильно помочь Халл Рейзерс довольно быстро закончить карту Дэкэш. С другой стороны, команда Прайд может здесь даже откомбетчить, выиграв свой. Откомбетчить до счета 10-10, я имею в виду. Пока о результате карты говорить рановато. Модель обороны команды Прайд. Довольно стандартная. Аплент отдают. Нового года дальним позициям контролирует мидл. И, конечно же, Бплент в два ствола. Вот они раскиды. Молотовым, кстати, игрок Халл Рейзерс промахнулся, кинул его своим же тиммейтом под ноги. Ну, в любом случае, Молотов ни на что бы не повлиял. Позиции у команды Прайд, как мы отметили, были дальние. Они отдают точку А, дают возможность Ашер поставить бомбу, ну и затем будут убивать. Вообще, весьма опасная тактика, я бы сказал, с учетом того, что глоки сейчас, это не глоки полгода назад, и теперь с ними вполне, ну, можно обороняться. А вот с юспами выбивать намного сложнее, особенно, когда с первой не летит. Посмотрите на это. Хотел использовать плохое слово, но поправлю. Посмотрите на этот разнос. Разнос от команды Халл Рейзерс. Воксик, кстати, как истинный true sniper, дает минус 30 пистолета на этом пистолетном раунде. Вот они, новые глоки. Да, правда, вот что-что, но эти пистолеты в порядок привели. Кто-то говорит, смотрю, этот матч без ставок. Ну, ведь не обязательно делать ставки, чтобы за кого-то болеть. Лично я уже, ну, долгое время неравнодушен к судьбе команды Халл Рейзерс. Очень импонирует эта команда. Ну, и люди, которые там работают, можно сказать, что вот... Если за Фнатики просто постоянно болеют Халл Рейзерс, вторая моя любимая команда. Это... Это уж без вариантов. И парням я хочу пожелать исключительно удачи. В дальнейшем. Хотелось бы, конечно, увидеть этот состав на мажоре. Ну, ладно, сейчас бы еще на минор пройти. Все мы понимаем, что швейцарская система весьма коварна в этом отношении. Вы можете выиграть два-быста ван матчах, потом проиграть оставшиеся три. Как бы вот так. Иногда складывается жизнь. Ну, ладно, вернемся к этому форс-бай-раунду от команды Прайд. Есть размены равные, размены для польской команды. Ну, и все, должен заходить Флэнт и забирать Миннеса. Да, Миннес все-таки мертв. Вновь большинство в Оксик. Какой фантастический хэдшот по Рицу. Томми 223. Окажется уже бесполезен в своей позиции. Может сыграть на отстрелы. Может забрать у кого-нибудь АК-47, например, его к следующим раундам сохранить. Но пока 12-5 и Ашер на Кэше не испытывают абсолютно никаких проблем. Кстати, я обещал открыть статистику по картам. Мне интересно, потому что я вот правда не помню. Часто ли Ашер играет? Ну как, старый состав Кэше-то, конечно, играл. Я помню, они даже фейсклан на мажоре, что ли, позапрошлым прокинули, на котором играли. Наверное, да. Последние три месяца карта TheCash. Ну, четвертая популярность у команды HellRaisers. При этом винрейт у них 35%. Хуже только нюк, на котором винрейт ноль. То есть нюк был сыгран один, и винрейт на нем ноль. Кэшея с другой стороны было сыграно 14, и винрейтом 35. Но, знаете, я бы сказал, что это весьма опасный пик был для HellRaisers. Но, видимо, они над своим кэшом явно поработали. 15-5 говорят, не проигрывают. О-ло-ло. Это правда? Ты не шутишь? Да, Team 5 выигрывают не 15-5. На трейне! На трейне! Вот это жестко. Да, уж ничего не скажешь. Наверное, Нипчиком только удачи можно пожелать. Если они на этот мадор не пройдут, будет жесткое укрепление. Видать, тем временем, я думаю, этот Мох сейчас со всеми должен справляться. Ну, как бы 2 кила. В его ситуации тоже не слишком плохо. Колтим этим дает. Точка А свободная. Сейчас самое главное занести бомбу. Не отдать ее своим соперникам. Можно выигрывать этот раунд. И сам. Минус по Миннесу. Далага Том остается один. Ну, что касается экономических раундов у Прайд, они... По крайней мере, с придумкой. То есть, нет... Знаете, таких дефолтных экономических раундов. Мол, давайте вот мы его просто сыграем и сольем, потому что все равно эко. Из каждого пистолетного раунда Прайд пытаются извлечь максимальную пользу для себя. Они на каша Фейзо выиграли на АПЛ, кстати, подсказывают мне Ашеры. Ну, да. Это уже, кстати, новый состав был. Но... Да вообще, статистика вот там по 3-6 месяцам, по картам, наверное, не слишком много о чем говорит. Потому что, ну, вы можете просто плохо играть карту, потом ее подготовить и выстрелить, и взять 3 каша, как это было у БиАйджи, например, да? Которые приехали на Майджор Вен. Выиграли 3 инферно и просто включили слот на следующий, выйдя, в общем-то, в четверть финала. В плей-офф. Прострелы на мини, соответственно, и прострелы от него же. Зеро сейчас должен умирать, конечно, на 30. Здесь не было ни флешки, вообще ничего. Зеро просто выпал и умер. Странная смерть. У Ангела, который до последнего момента сидел на токсике, не было возможности своего тиммейта разменять. Как итог, Ашер лишается игрока на ровном месте. Ну, с другой стороны, антрефраги делать как-то необходимо. Так что попытка не пытка. Воксик с АВП смещается на точку. Вместе с ИС они попытаются подготовить этот плейн для выхода своих тиммейтов. Но что касается укрепления этой точки, то тут вовсю доминирует минис в глубине плейнта на позиции Ника. Наверное, так ее можно называть. И том, который стоит на шарте. Ну и третий номер, конечно же, Рид за пикапом. Команда Hellraisers не мудрствует лукаво. Начинает раскидывать плейнт и выходит туда. Том уже забирает Ангела. Это будет на кивиде. Минеса тоже должны забирать на девятке. Том палится сам. Его за секунду до этого замечает ИСа. Бомба уже точно будет установлена. Все, внимание на Воксику. У него снайперская винтовка. Плечиком все-таки на выстрел Воксика разводят. Это опасно. Мейн нужно контролировать. Отличный тайминг. Сейчас имеет возможность поймать Морелс. Как должно быть сейчас неприятно Воксику. Ведь он смотрел туда, но не поверил, что кто-то в спину будет поджимать. Как итог, Ашер оказались совершенно не готовы к позиции Мейна. Дэдфокс, ну, будь побольше холлспоинта, возможно, справился бы с Томом и остался бы один на один. Но при фаер в туловище одного попадания хватило, чтобы Дэдфокса забрать. 13-6. Опять-таки, вот Воксик тут сыграл не на максимум своих возможностей. Да, понятное дело, что в каждом раунде на максимум ты играть не будешь. Но не поведись он вот на этот развод плечика. Мог бы в легкую забрать одного соперника, сместиться на мейн. И, скорее всего, поджим в спину он бы уже по таймингам не отпустил. То есть он бы просто сделал афрак, сделал бы и смотрел в спину. И, скорее всего, Морелза дождался бы. Ну, неудачный раунд. Бывает, самое главное, что 13-6. Что ты думаешь насчет игры Нави? Ну, а ты их последние матчи видел? Что по поводу игры Нави можно думать, скажи мне? Вот. Мы смотрим с тобой за одной и той же командой, за одними и теми же матчами. И, скорее всего, мнения у нас тоже схожи по этому поводу. Пока. Снова-таки Халл Рейзерс. Ну, как, не снова-таки. Они просто разыгрывают быстрый раунд. Сейчас игроками в телях забирают. Минус от Тома. Зеро откидывает смачок. Морелзу в него уже не пройти. При ситуации 3 в 3 Халл Рейзерс, на ноге ворвавшись в Б-плэнт, по итогу, вышли на равные размены и установили бомбу. Это очень здорово. Решили не тянуть тайминг. Иса в легкую забирает Тома. Но, мне кажется, сейчас в данном раунде Халл Рейзер просто поняли, что играют они против команды уровнем немного пониже. Это значит, что бояться, знаете, излишне как-то халдиться, наверное, не стоит. Стоит играть в свой дефолтный контр-страйк. И пока у Халл Рейзерс это получается прекрасно. 14-6. И нет денег у Прайд. Вот что намного важнее. А выбора тоже не особенно, да? Наверное, один слитый раунд вряд ли позволил бы им закупиться. С другой стороны, это и 15-16-6. Поэтому они решили делать бай прямо сейчас. Интересно, что в этом отношении они покажут. Возвращаясь к первой половине, где команда Прайд выиграла как минимум один экономический раунд. Сейчас попытка продавить мейн явно ничем не закончилась. Плюс жесткие читерские прострелы от Иса. Пули свистали достаточно близко к польским игрокам. Но для тех все закончилось хорошо. Для всех, кроме Морелса. Морелс, конечно же, умер. Так, снова поджим мейна. Воксик должен реагировать, но промахивается. Нет! Не дал Минису все-таки уйти. Забрал этого бедолагу в дым. Да уж. Нет, вот на фоне команды Прайд Халл Рейзерс выглядят мощно. Думаю, сейчас это понятно любому. Никто не отменяет камбэк. Никто не отменяет даже взятие раунда 3 в 5. Но будет сложно пока. Игра Халл Рейзерс весьма радует Ангел. В его АИМе сомневаться не приходится. Годами! Ангел в этой игре доказывал, что он один из лучших АИМеров в СНГ. Да и вообще один из лучших игроков в СНГ, если уж на то пошло. По пользе он тоже один из первых. То есть это и АИМер, и Капитан. И просто невероятно опытный кадр. Короче, Ангела можно хвалить. Луз. Ну, два убийства доформляет. Затем молотом на всякий случай. Ну, вот показалось, что немного далековато он закинул тут. Но нет, в самый раз. Луз в нем и подгорел. И понял, что вентиля ему уже не пройти. Как итог, просто сохранит свой АК-47. Счет становится 15-6. Это уже матч-поинт для Халл Рейзерс. Ну, и получив первую победку, Ашер останется выиграть два Беступ Ван матча. Для того, чтобы пройти на европейский минор. Вот так все просто. Да, кстати, как отключить фолловер-мод? Вчера вот врач, один из модераторов, ворвался и вообще на морозе поставил этот режим. Пока на стриме сидело 50 человек. Не знаю, к чему это было сделано. Расскажите, как отключить, я отключу. Интересно, что там у нас по параллельным матчам. Да, команда NIP проиграла, а Трейн. Вот так, нежданно, негаданно. Кстати, интересно, что Форест отыграл на последнем месте. 7 к 20. 7 к 20. А теперь вспомните матч NIP против Бигов. Где Форест на Трейне шел 25 к 1. И где Нипы выиграли 16-0. Гарту Де Трейн. Как это возможно? Гайс, как это возможно? Ладно, смотрим за этим матчем. Он еще не закончился. Да, конечно же, мы уже начинаем праздновать победу Халл Рейзерс. Но парочку раундов Прайд все еще могут отжать. Хотя Иса явно против. Врага Теорданца по Миннесу. А вот и второй ванта по Тесу. Ну, все. Вот когда игроки Халл Рейзерс начинают чувствовать уверенность в себе, их не остановит уже ничего. Даже Том, который встал посреди шарта. Дед Фокс 4 килл. Это было... Это было 2-изи. Минус от Рица в ответ. Тот остается 1 в 4. Смотрим за ним. Да, Воксик промахивается. Так, минус по Ангелу. Воксика Рейз тоже забирает. Вот это... Вот это попытка. Рейз подбирает АК-47. Свопает. Берет второй. Китов на руках нет. Нужно найти соперников. Насколько же Рейз был близок. Черт возьми. Это Найс Трай. Но, тем не менее, команда Ашер одерживает победу. Уж слишком много игроков осталось в живых при этом моменте. Хотя еще раз. Ну, все-таки Найс Трай Рейз. Это был... Очень опасный.